А пока о последних санкциях СНБО. Сегодня указ президента о блокировании российских IT-компаний, ресурсов у соцсетей, среди которых популярные ВКонтакте и Одноклассники, опубликован в газете Урядовый Курьер. А значит, он вступил в силу. Некоторые провайдеры уже начали ограничивать доступ к контенту, а российские сайты рассылать пользователям шпаргалки, как обойти бан. Все подробности у Александра Васильченко. Публикация указа в газете Урядовый Курьер дает зеленый свет провайдерам для блокирования российского контента. Многие начали подготовку еще со вчерашнего дня. В компании самого крупного провайдера страны Укртелекоми говорят, их абоненты ощутят изменения в работе уже в ближайшие два дня. Не желающих блокировать запрещенные сайты будут штрафовать. Об этом уже сообщили в нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации. Но не все компании смогут ограничить доступ, считают в ассоциации интернет-провайдеров. Мелкие и средние вынуждены будут покупать контент по завышенной цене, что впоследствии скажется на стоимости интернета. Тем временем сайты, попавшие в санкционный список, уже рассылают своим пользователям инструкции, как обойти ограничения и блокировки. К примеру, соцсети ВКонтакте или Одноклассники. Буквально все объясняют на пальцах. А вот бухгалтерская программа 1С, которой пользуются практически все предприятия нашей страны, пока еще будет работать. В СБУ объясняют, по контракту 1С доработает до конца года. После компания не сможет участвовать в гостендерах. Но полностью на территории Украины ее заблокировать не смогут. В СБУ признают на полную блокировку всех сайтов и не рассчитывают. Тем не менее, убытки российских компаний составят несколько миллиардов рублей. Российское программное обеспечение, прежде всего, предоставляет возможность потенциальную, несанкционированную доступ к информации. Возможность нанесения вреда целостности, доступности, полноте информации. Это один аспект, чисто связанный с кибербезопасностью. Второй аспект. Извините, четвертый год идет необъявленная война. Мы не можем себе позволить финансировать, особенно за деньги государственного бюджета, а государственный бюджет тратит ежегодно до миллиарда гривен на закупку российского правильного обеспечения, на финансирование страны-агрессора. Санкции СНБО прокомментировал и президент Украины. По мнению главы государства, ограничения могут пересмотреть. Наши соответственные структуры ретельно будут заниматься еще до имплементации зазначенного решения. Я могу наголосить, что сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу же, когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к перегляду этого решения. Провайдеры прогнозируют, заблокировать российский контент получится не ранее, чем через две недели. Александр Васильченко, Богдан Вербицкий, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер.